девчули всем привет сегодня приехали мы на стрельбище опять с моим красавчиком гуляем погода хорошая солнышко тепло в принципе вот хочу с вами девчонки поболтать знаете хочу рассказать вам вчера мы случайно вообще попали на концерт попали на концерт посвященный русскому слову он проходил в ялте закрытию международного фестиваля русское слово в общем и подсидели мы сам концерт все было так классно замечательно там выступали театральные танцоры танцевали ну в общем короче говоря такое вот было что-то там связано этом с русским языком выступала наша администрация крыма и в конце просто выходит на ведущий говорит а сейчас там типа для вас подарок ну все-таки сидят подарок подарок сейчас для вас выступит группа любым сейчас я девчонки раскручусь сейчас для вас выступит группа любые крыши просто зал вообще об наверное три песни сидел в такой знаете тишине никто не хлопал не проявлял никаких эмоций короче вообще ничего настолько было необычно все просто обалдели в общем раз торгуев отработал концерт он спел наверно ну я не знаю песен 20 где-то час он пел настолько круто и к чему рассказываю вообще всю всю эту ситуацию просто давно хотела с вами обсудить мне очень интересно интересны ваши комментарии знаете давайте просто пообсуждаем значит но сейчас очень много обсуждают премию мус тв обсуждают обсуждают ну я пущу различные моменты там все которые происходили на премии это как бы ладно пойдем гуфи не бойся пойдем гулять и короче вот у меня один вопрос я посмотрела эту премию знаете я прямо заморочилась села посмотрела как они все заходили на красную дорожку как это все выглядело и блин посмотрела их песни послушала в сну посмотрела выступление послушала их песни девочки ну вот скажите мне может это я какая-то вообще не такая знаете я ни одной песни не понимаю ни одной песни я не могу запомнить слова это какой-то кошмар и знаете у меня такое ощущение сложилось что мы реально блин деградируем чему будут учиться наши дети и просто после вчерашнего концерта вот он пил он пил настолько круто настолько вот все песни родные но может быть конечно они для каждой песни чему-то учит и в итоге вот что сейчас вот наши дети вот мне просто интересно что будет у наших детей чему они научатся и знаете я вот прям реально уже где-то наверное 4 думаю вот об этом и как-то мне так обидно стало я не могу сказать что плохие артисты но на самом деле ведь на премию мы ств вообще не пришел ни один стоящий артист выступить ну как бы вообще как это то есть тикток блогеры да понятно но сейчас время не стоит на месте вообще да это мы я например не думала не гадала что я стану блогером да и вот вещаю но блин ну как-то вот это вот все настолько как-то плачевно мне кажется чему они учат наряженный даня милохин там например да там ну блин ну серьезно давайте обсудим вот кого какое мнение да как вообще дальше нам-то быть всем и что нас вообще ждет потому что вот после вчерашнего концерта я реально вообще вот в шоке настолько круто настолько замечательно и но мы когда жили в сочи мы часто ходили на различные мероприятия я была и на новой волне там на открытие олимпиады пойдем гуфи гулять пойдем и на открытие олимпиады и все равно вот наши артисты они ну как-то вот того поколения какие-то песни запоминающиеся да вот какой-то ностальгия настроение какое-то да чему-то песни учат а сейчас что в общем вот это хотела я высказаться знаете меня аж прямо распирала вообще вот просто обсудить с вами эту тему напишите в комментариях давайте просто поболтаем как бы вот обсудим да вот это вот все одна я такая или еще кто-то есть сейчас расскажу завтра пойду краситься девочки сегодня у нас суббота завтра я пойду краситься сегодня я с хвостом но вообще волосы конечно капец корни отросли уже они мне не укладывается мне надо подстричь кончики мы с мужем вдвоем дети уехали и я вот ну как бы вообще сейчас отдыхаю если честно но вот понедельника планирую начать уборочку планирую все поснимать вам потому что нам надо все убрать надо навести марафет порядок чтобы легче дышалось и потому что будем наверное ездить с оксаной на море опять он меня прокрутил неправильно ходит я на вас отвлекаюсь с ним не общаюсь не учу его а вот так что подожди гофе лапку лап тут очень кстати красиво девчонки видите какое небо сегодня на погода здоровская господи волосы торчат на надеюсь что завтра мне хорошо покрасить маникюр сделала потому что у меня уже ногти уже просто смотреть страшно так что вот такие вот новости девчоночки посмотрим что еще я вам покажу в этом влоге я не знаю у меня вообще в голове как-то пусто потому что мы с ним вдвоем знаете так я так хотела что думаю вот дети уедут я такая расслаблюсь разгружусь мне не надо кушать готовить ничего не надо делать а в итоге просто я не знаю куда себя деть настолько я привыкла что вокруг вот такая вот суета забота о детях там какие-то движения а мы сейчас сидим вдвоем друг на друга смотрим как это два ненормальных и не знаем вообще чем заняться на вот так что ну поехали сейчас постреляет он не знаю может быть поедем куда-то покушаем съездим за продуктами чуть-чуть подкупим много не буду брать потому что он реально дома не кушает только завтрак это ужина это у меня в принципе холодильники есть мясо все есть буду доготавливать что есть а вот такие вот пироги девчоночки мои так что вот так вот то посмотрим что я вам покажу в этом влоге еще я не решила так что я пришла смотреть как он стреляет может и я сейчас знаете еще постреляют чуток господи ну волосы это катастрофа все пошла я девчонки приехали покушать теперь нам если мы с ним гуляем заказывать лучше какие-то заведения мы приехали на заправку вот здесь вот такая вот сеть быстрого питания я сейчас съем сырные палочки а муж гуфи что такое нет сиди на месте сиди вот что за привычка что за собака он просто все время ложится и вытирает весь пол он не может сидеть все вов жарко ему так что девчонки вот такие вот дела сейчас покушаем поедем за овощами и за фруктами хочу узнаете что вишню купить если мне будет вдохновение то я приготовлю пирожки с вишней не могу примет что вот прям за ностальгировала и черешни хочу что потом покажу что как девчонки но я не снимала что купила потому что сейчас детей нет я в принципе ну особо ничего не покупаю из фруктов купила только клубнику клубника по 150 рублей это все что осталось я ее перебрала помыла и заморозила вот так вот разложила на подносе и положила в свою морозилку и заморозила ее на подносе сейчас я ее вот так вот от деру аккуратненько по шина как бы примерзла хотя я ее просушивала уже не стала вам показывать и сейчас разберу ее по пакетам потому что вот таким вот образом когда она отдельно морозится она потом не мнется и отлично можно потом зимой добавлять либо в кашу, либо я добавляю в шампанское, ну что как бы более вероятно, но суть в том, что именно вот таким вот образом помыть, видите как я ее обрезала, то есть я не выковыривала вот попочки, вот эти вот лепесточки, а обрезала вот так вот ножичком, все на подносе, сейчас я ее разложу по пакетикам и купила девчонке овощей сделала крошку ее уже сегодня доели, в общем я не снимала, потому что у меня сейчас собака я разрываюсь, если честно, детей нет, и я как бы постоянно занимаюсь собакой, убираю, короче ну такой вот, суета, вот в общем сейчас буду раскладывать клубничком, ну и дальше покажу вообще свои дела, собрала я свою сумку, помните мы относили с вами ее в ремонт, в общем хочу вам сказать так, что вот мастер меганомия по ремонту обуви 100% нет, ценник завышен очень сильно, ну начнем знаете, хочу, прям знаете, прям моя боль ну отдала я кроссовки у Данила они нам вот здесь вот отклеились я его попросила, говорю, вы прошейте и проклейте, в итоге девочки, ну вот смотрите, вот он их прошил, ну что, неужели было трудно капнуть клея, да и пройтись вот здесь вот и проклеить, ну вообще а взял с меня, ну в районе тысячи рублей за вот это вот все и ситуация вот с этими тапочками ну как бы, знаете, неоднозначна то есть взять тысячу рублей с меня, да и не доделать, ну как бы я считаю, что не очень, он мне говорил, что я прям вам их приведу в порядок все там как-то отмою, ну в общем в итоге ничего он не сделал и вот тоже у Руслана были заровские тапки но с учетом того, что у него подъем высокий у него вот здесь вот отклеилось, я ему говорю, ну как бы тапочки хорошие, кожаные то есть походить можно, он мне тоже прошил но вообще нигде не заклеил ничего, то есть вот все, прошил и до свидания тоже больше тысячи рублей а вот по поводу сумки, девшонки ну я прям, если честно, расстроена это не я забирала, я Псюху попросила господи, вы попугай, слышите вот это у меня дурдом вообще что-то с ним произошло какая-то, он или скучает потому что нет Русика сейчас я дверь закрою он орет как вообще, как сумасшедший какой-то Гуфи, подвинь морду этот, орет как сумасшедший просто без перерыва в общем, договаривались, что мы вот здесь вот видите, он мне должен был вот все вот это аккуратно обрезать, проклеить прострочить заново строчкой в общем, накуролесил, не боймничо да, я купила вот эту штуку сейчас я вам покажу он мне, значит, сказал купить ее вот такое средство, 820 рублей и этим средством обрабатывать кожу очень хорошо ну ладно, средство это ерунда посмотрим, может я там еще свои какие-то сумки пообрабатываю в общем, суть в том, что, ну блин просто вот за что я отдала деньги то есть, вид просто ужасный ну, то есть, нитки вот эти все торчат это, конечно, катастрофа в общем, я не ногу еще, девчонки, я относила портнихе платья на подшивку тоже в меганоме ну, честно, решила сэкономить время в итоге она с меня взяла просто там подшить подол там тоже больше тысячи рублей за одно изделие но я, если честно, еще обалдела вообще хотя у меня там на Тургенево, где мы раньше снимали квартиру есть классная портниха и все, я, в общем, теперь поняла, что я буду ездить только к ней в общем, короче, мне не понравилось я расстроилась но сумка, это просто старая уже сумка вот это вот у нее даже цвет такой это загар называется и от него уже не избавиться это наоборот, ну, как бы вот в оригинальных сумках это считается нормально поэтому, ну, буду носить она удобная такая, знаете, мешок вместительная буду все, что складывать короче, мне комфортно ходить с такими сумками так, чулечки мои золотые пришел мой шампунь сейчас я распакую все, девчонки и вам покажу я долго ждала его и у меня куча эмоций потому что это что-то нереальное вот сейчас я его распакую, девчонки и вам покажу и расскажу, что же это за шампунь так, я распаковала свою прелесть девчонки, скриньте это что-то нереальное это шампунь с коллагеном и это маска для волос чайное дерево значит, суть в чем шампунь промывает настолько круто волосы что вообще вот ну, это что-то нереальное у меня даже нет слов я его тестировала, девочки я уже его пробовала у Оксаны я вам рассказывала о нем и со стопроцентной уверенностью могу сказать, что ну, это вообще что-то с чем-то это что-то нереальное а здесь 500 миллилитров 550 миллилитров я не раздумывая взяла конкретно вот такую вот большую бадью потому что он наикрутейший волосы просто ну, вообще даже не передать словами у меня есть с чем сравнивать я пропользовалась либелем счастьем для волос и результат превосходит даже либель то есть вообще очень крутой шампунь и здесь маска что хочу сказать по маске маску можно наносить просто как бальзам держать 5 минут, смывать и будет эффект просто увлажнения и насыщения волос а если делать, наносить, вернее, на волосы держать 15-20, а то и 30 минут просто шикарный, шикарный эффект получается, девчонки, вот я прям 100% вам рекомендую потому что круче я ничего вообще не пробовала это, конечно, вообще вышка скриньте, девчонки, не пожалеете денег вот такая вот одна бадья стоит 2 200 заказывала я его на Вайлберисе вот сегодня он пришел и 100% стоит своих денег и еще фишка в чем я когда взяла у Оксаны на тестирование и шампунь и маску я помыла голову и потом в последующие 2 раза я мыла своим обычным шампунем волосы но эффект сохранялся то есть хватает его вот прям на длительный срок до этого эффекта то есть можно, в принципе, и чередовать и где-то даже сэкономить в общем, это прям очень классная штука и продолжим дальше влог ну-ка, девчонки, сейчас я вам покажу что мне пришло тадам, девочки наконец-таки это просто мое счастье моя любовь просто, я не знаю даже как описать своими вообще описать свои эмоции словами это невозможно это настолько крутая вещь мне он так понравился я, ну, уже его, естественно, протестировала и я в полнейшем, в полнейшем восторге девчонки это стайлер Дайсон это подарок моего мужа кто-то мне писал что у меня реклама нет, девочки все куплено самими ну, нами самими то есть вообще это никакая не реклама об этом стайлере я мечтала очень давно я посмотрела кучу видео у меня очень сложные волосы вот в укладке да, и я не любитель ходить в салоны и делать там на какие-то мероприятия себе укладки я всегда обходилась сама сейчас у меня скопилась и плойка и утюжок и такая, вот вы видели я делала укладку плойка рельефная делать эффект косичек в общем, вот это, девочки это что-то с чем-то я пробовала вот эту щетку эта щетка вытягивает волосы пробовала укладываться на вот эту щетку тоже, девшонки, эффект потрясающий вот у меня в инстаграм я выкладывала фотографии мы ходили на концерт у меня там были неокрашенные волосы и просто вообще божественная укладка это еще с учетом того, что я в связи с тем, что ну вообще не очень люблю пользоваться какими-то там средствами для укладки у меня нет ни лака, ни пенки, ничего эта укладка была просто без нанесения каких-либо средств очень классная штука эти очки я так счастлива это, наверное, самый-самый наикрутейший подарок который мог мне сделать мой муж потому что вот прям, знаете, я вот настолько хотела этот стайлер и посмотрела кучу видео и в итоге я сомневалась, думала но я ни разу не прогадала и еще фирма позвонила, когда муж сделал заказ они выбили мои инициалы значит, это вот получается такая имена коробка девшонки, ну вот кто думает, кто раздумывает сто процентов покупка стоит своих денег это настолько классная вещь я, естественно, все уже распаковала тут каждый элемент был запакован в отдельную пленочку все было разложено вот все здесь продумано видите, вот так вот кладется сам фен здесь внизу укладывается шнур то есть настолько все удобно и комфортно он закрывается и здесь вот есть, как они себя позиционируют есть вот такая вот подложка когда ты сушишь феном волосы ты можешь абсолютно спокойно его положить вот сюда вот на поверхность и не повреждать, например, там стекло или еще что-то девочки, ну вот, чтобы вот вам сказать знаете, я прям очень счастлива давайте сейчас я помою голову чуть-чуть приведу себя в порядок и мы посмотрим, как у меня получится сделать укладку что вообще выйдет конечно, скажу так, что нужно приловчиться с моими кривыми руками, девочки это прям, ну, сложноватый процесс но я буду пробовать в общем, сейчас я пойду мыть голову и уже вам все-все покажу так, девчули, давайте начнем с вами сушить волосы с моим чудо-феном посмотрим, что получится девочки, я прям, знаете, реально пока тренируюсь я помыла голову чудо-шампунем я сейчас даже масло не буду наносить и, как вы заметили, да, мой цвет волос я покрасилась но сейчас, когда я высушу вы уже более, ну, увидите предмет на цвет моих волос что я делаю? я прочесываю волосы ну, если честно, девчонки, я не знаю, что получится давайте вот прям буду вместе с вами пробовать и экспериментировать потому что, ну, для меня это в новинку если честно, я вот все время у Алуси смотрела, спрашивала она, у нее была фен-щетка круглая, да, кручащаяся и она вот постоянно этой щеткой укладывала волосы так классно в итоге я очень тоже хотела такую фен-щетку и вот, ну, теперь у меня вот Дайсон появился будем сушить сейчас на максимальной температуре волосы сейчас я их подсушу до полувлажного состояния а потом займемся уже с вами укладкой девочки, хочу вам сразу сказать, буду оставлять свои отзывы у меня волосы сушатся очень тяжело у меня даже в поликмахерской, вот я когда прихожу, знаете, ну вроде на вид у меня не очень много волос да, так, эффект когда меня начинают красить, расход краски увеличивается вообще вот чуть ли не в два раза и, ну, стилисты всегда в шоке это первый момент, что вот касается моих волос и девочки тоже, когда начинают сушить волосы обалдевают от того, что очень тяжело сушатся волосы я вам хочу сейчас сказать, что фен очень быстро сушит волосы очень теперь мы меняем насадку на крутящуюся вообще все легко и просто сейчас я подберу волосы будем брать, знаете как, по маленькой-маленькой прядочке и сушить посмотрим, для меня, честно, это все в новинку, девчонки вот прям сто процентов вам могу сказать что, ну, блин, я, конечно, вообще первый раз и не понимаю, как это делать в общем, подкрутила здесь объем и теперь, вот как я смотрела на видео берем вот так вот прядку и накручиваем ее так, смотрите, я прошлась потом я беру, накручиваю вот так вот на расческу и сушу фен выключаю, освобождаю и получается вот такой завиток девочки, ну, честно, до этого меня крутила вот таким вот образом Оксана у нее получилось гораздо красивее и, ну, прям, как-то вот прям классно у меня еще так не получается у меня они все равно какие-то вот, ну, не знаю ну, как-то вот не вытягиваются так они в общем, будем сейчас с вами пробовать, девчули я пока учусь накрутили и включили вот такая волна получается ну, будем сейчас смотреть чуть-чуть пушатся кончики потому что девчонки мне подстригли их ну, как-то вот что-то что-то немножечко не так идет ну, посмотрим сейчас будем с вами экспериментировать то, что он сушит волосы вообще однозначно классно мне нравится и мне очень нравится насадка для того, чтобы вытягивать волосы чтобы они были ровные вот этой насадкой вообще шикарно сушить волосы снимаю на телефон, девчонки все звонят блин, капец какой-то вот как всегда так, смотрите, что у нас получается с вами ну, будем тянуть знаете, что я сделаю? я, наверное, уменьшу чуть-чуть температуру так, ну и продолжаем все в том же духе так, девчонки, ну смотрите значит, что у меня получилось во-первых, вот такой вот цвет волос мы покрасились и решили, что я месяца три буду ходить у меня будут отрастать корни это будет не так заметно и потом я решила, что я сделаю милирование и вообще мне девочка сказала, мастер что можно будет ходить практически, ну, где-то полгода и будет все супер смотрите, в общем, с моими, честно, кривыми руками в общем, свой отзыв то я сейчас еще, знаете, что сделала? я чуть-чуть добавила немного масла для волос потому что что-то у меня кончики прям совсем такие знаете, не очень по качеству в общем, что надо мне делать сейчас я просто сегодня даже вот этим своим шампунем помыла голову но не подержала долго в общем, я спешила и нанесла и как и бальзамом воспользовалась девчонки, ну вот вы посмотрите, пожалуйста волосы разлетаются волосы такие, знаете, прям послушные классные, напитанные прическа вот буквально заняла мне ну, не знаю, ну, может быть минут, ну, 10-15 то есть вот это я прям, знаете, с учетом того, что у меня кривые руки у меня все вот это выпадало туда и сюда там и все остальное так мне очень нравится то есть я создала просто чуть-чуть объем корневой и подкрутила бока если, например, использовать скручающиеся насадки вообще будет классно можно волну сделать в общем, теперь я буду, девчонки, экспериментировать и буду пробовать делать какие-то, ну, прически, укладки буду с ним разбираться потому что, ну, конечно, с учетом того, что у меня, я же говорю чуток руки кривоваты, не из того места растут у меня не совсем все получилось так, как надо потому что вот мне, например, Оксанка укладывала вообще совершенно другой эффект но это тут проблема 100% во мне и мне нужно приловчиться ну, а так мне, в принципе, очень даже нравится сейчас я еще чуть-чуть подкручу просто я сейчас вот прям намочила и нанесла масло и оно чуть-чуть опало а то оно прям было такое, знаете, вот так чик все так разлеталось прям прикольно было вот, девочки так что вы такой-то у меня красавчик я теперь счастлива безмерно в общем, он такой классный такой прям умница вообще у меня вот прям, ну, столько суперотзывов очень много, что можно и с ним сделать но только нужно приловчиться, девчонки так что я очень счастлива спасибо моему любимому мужу еще забыла вам показать я купила себе лаванду я так давно о ней мечтала и в Новоцентре я купила вот такой обалденный огромный горшок кашпо за 700 рублей в общем, была акция и вот сейчас у меня лаванда выпустила уже вот такие вот цветочки я посадила специально в этот горшок для того, чтобы она ну, имела возможность разрастись подняла ее на вот старый стул потому что собака подъедает ее и вообще армад стоит просто сумасшедший мне так она нравится мои цветочки просто колосятся здесь я им создаю все условия мне так нравится я прям сижу и наслаждаюсь вот этот цветочек у меня тоже уже вот отходит немножко лепесточки выпускают а так были несколько палочек и все, я уже думала, что я его выкину и вот этот вот цветок у меня был просто такая палочка и потом начал расти, расти, расти и как-то вот он отошел но лавандой, девчонки, я очень довольна я прям вообще сижу и наслаждаюсь мне кажется, вот она сейчас разрастется и будет вообще шикарно и купила я вот этот куст за 150 рублей у бабулечек на рынке так что у нас вот такие цены на лаванду так, девчонки, мы сейчас с вами приготовим печень печень свиная и я решила ее готовить в мультиварке по одной простой причине что она жестковатая и получается, что ну она в сковороде не приготовится я печень помыла и порезала на вот такие длинные тоненькие слайсики и сейчас я включаю мультиварку на режим жарки наливаю масло подсолнечное и буду крошить лук и его обжаривать а затем я все уже покажу вам что я планирую делать дальше сейчас я включаю в мультиварке режим жарки выставляю прям минут на наверное 20 и все, и буду закидывать сейчас лук его обжаривать лук я режу вот такими вот полукольцами для печени и я думаю, что будет вкусно будем готовить в сметане и в сливках сейчас я пошинкую лук обжарю его потом мы добавим с вами печень также ее обжарим на большом огне и добавим сливки, специи и сметанку и все, и закроем и она будет у меня тушиться все легко и просто я думаю, что в сковороде она будет жестковатая поэтому в мультиварке 100% она будет мягенькая потому что даже самая такая жилистая говядина в мультиварке готовится вообще шикарно становится очень-очень мягкой поэтому, чтобы не экспериментировать и не испортить блюдо сразу запускаем готовку в мультиварку и сделаю пюре и у меня есть я помолосолила огурчики вот будет такой ужин девчонки потому что мы вдвоем и если честно у меня в холодильнике шаром покойте я вам даже сейчас не закупку не показываю продуктов потому что просто-напросто я ничего, девчонки не покупаю мы питаемся вот так я приготовила что-то разовое чуть-чуть а то где-то в кафе либо заказываем что-то в общем сейчас у меня идет стопроцентный полноценный отдых от готовки все, сейчас я высыпаю лук и мы его обжариваем очень удобно вот в мультиварке готовить очень чуть-чуть сейчас он обжарится и мы будем обжаривать печень смотрите, девчонки лучок уже начинает золотиться и в принципе можно высыпать печень так теперь печень мы промыли и засыпаем ее так же в мультиварку и обжариваем обжариваем прям запечатываем перемешиваем с луком и так же на большом огне ее обжариваем так, девчонечки все я посолила поперчила добавила сметану добавила сливки все это перемешала и сейчас я буду закрывать мультиварку и ставить на тушение ну приблизительно минут на 30 все и потом покажу уже что получится сейчас буду еще пюре чистить картошку на пюре я почистила картошку поставила на пюре и давайте посмотрим что у нас получилось с печенью оп сейчас пар выйдет чтобы не запотел экран смотрите печенка получилась очень сочная много жидкости и очень-очень вкусно я попробовала обалденная вообще и вот в мультиварке 100% вот все что связано с говядиной с какими-то такими продуктами которые тяжело разварить вообще вот готовить одно удовольствие и отлично все, девочки все, кто кушает приятного аппетита у нас на ужин пюре тушеная печень и соль для малосольной огурцы всем приятного аппетита и пока-пока